Ну что ж, ребята, всем привет! С вами я, Дэн, вы смотрите канал My Retro Days и по-прежнему геймхантинг. Сегодня у нас уже, получается, день, когда я еду за дисками. Только сгонял на сцену к тому мужичку, у которого была суперумная жена и разбиралась в сценах на игры от PlayStation 3. Но я все-таки взял там Resident 5 Gold Edition, еще Gran Turismo 5, и взял там Evolved Front Mission. Сегодня я еду к Лехе, опять же, на сцену. Хочу взять, там очень много игр. Взял с собой, как всегда, рюкзак. Сегодня будет такая массовая закупка. Ну, в общем, отправляемся вперед. Сегодня зима прям, опять же. Вчера выпал снег, он не растаял. Поехали, короче. Сегодня прям такой, ну, гололед даже местами. Ну, в целом, прикольно. Блин, сначала в 7 утра проснулся, потому что вчера ночью нашел объявление, там были все Call of Duty, Wolfenstein, Far Cry, и еще куча игр, около 12 дисков. И каждый можно было взять за 300 рублей, на что я очень рассчитывал. И буквально в 7 утра я написал на все сообщения, там на Viber, на WhatsApp, вот сюда, куда только можно было. Но в 7 утра уже мне ответили, что половины дисков нет. То есть, как бы, я не знаю, как такое происходит. Купили. Очень крутые игры. Там были все Call of Duty, полный сет. Можно было вообще не переживать по поводу этого. Ну, так или иначе, все равно. Если не туда, то крехи. Так что сейчас подожду маршруточку здесь и Дину. Там я даже не помню, что за игры остались, но нужно купить еще. Вадосу несколько дисков он меня просил. Попробуем это сделать. Каждая новая поездка за видеоиграми может занести меня совсем не туда. И я никогда не знаю, наверняка, с кем встречусь и где окажусь. В последнее время у моего геймдилера на Сеной проблемы с видеоиграми. Я практически все там купил. Мой саундтрек заставляет меня задуматься о поисках нового. И, возможно, именно сегодня я встречу нового геймдилера. Все может быть в геймхантинге. Блин, на самом деле очень быстро темнеет. А мне сейчас не надо перед тем, когда я тут до Сеной заехать по более важным делам. Прежде чем далекий догнать. Ну, в общем, ладно. Пройдусь пешочком чуть-чуть. Пробки кругом ужасные. Ничего, ребят, короче, уже достаточно потемнело. Новости такие. Пока я ходил по своим там важным делам, позвонил Лехе на Сеную. А Леха, короче, будет всять через полтора только дома, а то и дольше. И чтобы времени не терять, я решил быстренько нагуглить где-нибудь локальные видеоигры и нашел два неплохих предложения. Там Турок и Rainbow Six Vegas по 300 рублей. Туда идти пешочком я пока не знаю. Немножечко заплутал, но в принципе разберусь, поэтому двигаю туда. Что делать? Надо же время убивать. Просто жесть. Resident Evil какой-то воплоти. Шастал и он куда зашел. Утки есть. Вот ребята, смотрите, насколько турок редкая игра. Тут просто утки плавают, вырубаетесь. Колючка, кран, я вообще не знаю где оказался. короче, хер знает вообще где в районе красных фонарей. черт. черт. Ребята, трон-зона. ну что, как вы уже поняли, в итоге мои поиски видеоигр и турок в том числе, которые я так захотел, он достаточно редкий, привели меня вот в такие вот ром-зоны. такое ощущение, что я здесь уже когда-то был, но это вряд ли. Вокруг тут одни какие-то кузовные работы, трубы. Я не удивлюсь, если здесь вообще людей сжигают. Но также есть логотип Бентли. В принципе, цивилизация ушла не совсем далеко от этого места. У паренька, кстати, в объявлении помимо игры турок много еще чего было. У него там и баскетбол, и всякие футболы, и GTA-шка тоже лежит четвертая там. Но ценники уже заряженные. Ну там по 700 рублей, по 500 рублей, а по 200-300 вообще ничего нет. Единственное, я вот только думаю еще, может быть, возьму у него игру, называется Маг. Для третьей Соньки эксклюзив, сетевой шутер, я думаю, без понтового будет вообще в него играть, но чисто так на полку, 250 рублей цена. Ну что же, Маг это онлайновый шутер, с видом от первого лица, и он значительно отличается от других, о чем я расскажу чуть позже. Разработанной американской студией Zipper Interactive и изданной Sony Computer Entertainment, этот проект был уникален хотя бы тем, что выпущен эксклюзивно только для консоли PlayStation 3. Мага расшифровывается как Massive Action Game и появившись на свет 26 января 2010 года, эта игра ввела небольшую, но революцию особенностей для консольщиков. В лучших традициях онлайн-шутера вы воюете со своими корешами на боевом полигоне в различных локациях. И на то время это был действительно уникальный проект. Несмотря на прочие игры, которые давали такую возможность, он очень отличался. Было задействовано управление боевой техникой и множество различных пушек. Но и это не главная особенность. Основной фишкой является возможность вместить на сервер 256 игроков. 256 игроков, Карл. И воевать по хардкору. Проект МАК получил неплохие отзывы от критиков, но и недостатки у него конечно же были. Сюда отнесли не слишком высокий уровень графики по тем меркам и, как ни странно, низкий уровень спецэффектов, хотя в боевом действии этого вообще не замечаешь. Самой неприятной проблемой были сбои при подключении к онлайн серверам. Поиграть в сети возможностей на данный момент уже к сожалению нет. Сервера отключены. Но для меня это вообще не проблема, так как на полке этот диск пишется в любой обстановке, даже без возможности поиграть. Я не знаю, если вам нравятся вот такие вот поездки геймхантинга в таком ключе, когда я оказываюсь в непонятных егенях, то пишите в комментах короче может быть я буду такое почаще есть тут какая-то такая экзотика посмотрите только это еще снег идет собаки периодически лают вот уже поменял одну батарейку на камере главное чтоб хватило батарейки чтоб доехать до Лехи потому что я же снимаю с телефона а мне надо еще как минимум с ним созвониться денег на телефоне тоже не густо последний там уже уходит на трафик чтобы посмотреть где я вообще нахожусь и как выйти а пешком я уже иду где-то на протяжении минут наверное 15-20 турок а потом говорят дай поиграть что тебе стоит игру худа как бы дай поиграть погонять диск чуть и жалко что ли вот если бы вы знали как достаются эти диски это полный пи***ц дать погонять игру которую нахуй ребенок там расцарапает или или которую потеряет или мануал мануал там потеряет например я ради этой игры вообще хуй знает где иду вот смотрите может записаться на бокс такое ощущение что в этих местах это обязательная услуга которую нельзя исключать дошел до путей железнодорожных сейчас перейдем потому что нам на ту сторону тут граффити шмачите все забомблено вы примерно я понимаю где я иду но зимой полная дезориентация гугл карты все тоже они типа летние даже не знаю что ожидать игра турок она в принципе не такая известная для меня в плане playstation 3 эпохи у меня есть карты нинденда 64 я его тоже ни разу не включал не играл в эту игру и вот чисто из-за этого из-за что игра перекочевала с олдскульных консолей на новые я решил вот взять как бы ту игру в коллекцию иду как всегда через дворы дворы тут тоже непредсказуемые ребята домики напоминают знаете что как один дом один дом вот это вот тут венички такие как бы эти рождественские красиво в принципе вот уже второй второй день подряд я выбираюсь так скажем в новые маршруты и это напоминает мне старые выпуски когда я ездил вообще в какие-то непонятные места тут вообще такое ощущение что это как Беверли Хиллс какой-то я не знаю видите ли вы или нет но дома такие вокруг цивильные тачки все ездят такие чуть ли не Бентли тут елочки всякие декоративные везде в общем все круто выглядит довольно интересное место ну вот добрался где-то вот тут чего меня обрадовало у него там есть оказывается чужой против хищника ну в общем какие плюсы я нашел здесь еще в объявлении у него игру чужой против хищника это конечно круто но он не помнит с мануалом она или без надо будет смотреть за 500 рублей также маг за 250 турок за 300 рэнбос x вегас тоже за 300 рублей я сейчас посчитаю он сказал что в принципе немного скинет прайс если будет круглая сумма но попробуем купить вот они игрухи пошел жесткий снег но то что я искал в принципе здесь есть давай посмотрим что у них помынуло ну вот тут игрухи короче турок полнокомплектный у чужого хищника нету короче мануал он немножко поцарапанный за давностью лет но игрухи редкая кстати прикольно вот сейчас чувак меня снимает он уже видел мои видосы уже чуть-чуть узнает фанатика видеоигр и маг тоже полнокомплектный в принципе нормально ну и маг это чистая коллекция потому что сервера отключены насколько я знаю это да в общем вот такие игрухи ну вот это конечно за этим я ехал ну я думаю пронешевел этот урок за 300 нам было 3 куска брать а не 3 тысячи за 9 в общем очень круто все игры которые я хотел я в принципе нашел ну что я короче предлагаю чисто символически из-за того что здесь нет мануала и то есть он чуть покоцанный ну если например я отдам тебе все свои деньги это получилось я почитал и ключи от квартиры где деньги лежат где их нет где игры лежат смотри тут получается турок 300 элен фредатор 500 мак 250 том клэйнс из короче 300 я почитал если скинуть с каждой этой игры короче купал ташки то получится 1150 у меня есть смотри даже больше я отдам тебе все свои деньги и пойду пешком домой я думаю 1200 наберешься да почти 1200 я бы себе так тебе тоже предлагал 145 60 70 1280 вот так вот стрясаю последние деньги с блогера последние бабки с блогера но я тебе даю слово что я еще вернусь к тебе когда у тебя появится что-то новое хорошо давай нормально да спс по-братски ова с блогера счастливы довольны ездить покупают все эти игры меня уже немного узнают здорово даже приятно во-первых то что ну действительно человек сделал скидон ну во-вторых круто что ну позитивный я потому что на всяких торчей иногда нарываюсь это вообще не круто если что-то появится я думаю дашь знать можно махнуться у меня на PS4 очень много игр но мне кажется ценник ты смотрел больше мой профиль слушай смотрел ценник 900 да ну я смотрю просто я не знаю у меня психология ломает потому что все игры для PS3 я считаю они меньше 1000 да вот и там уже в зависимости о редкости или как когда вот из игры типа ваша пасть вот я думаю что не могу меньше 500 рублей брать короче барыга но класс самый минимальный то есть между хобби и барыгой маленькая лестница она еще не пройдет он меняет и продает и ценники но не ломит всегда можем поторговаться если больше возьмете я думаю игры будут не сильно крутые я не жадный мне не жалко я готовлюсь в меньшую сторону влезть все для клиента да проверено знак качества короче вот а ты говоришь да ты такой ты ждал когда я до тебя доберусь ну я не ну в принципе да я видел пару видосов в коллекции потому что я там тоже там зависаю это FG видео коллекции занимаюсь этим для себя для души там разных приставок если помониторить авито грамотом можно очень быстро руки в ноги и в другую часть города в Казань например ну в другие города я не езжу я попикерусь там что-то такое интересное мне соответственно близкий конкурент тебе но сейчас я этим мало увлекаюсь слушай я упустил я сегодня упустил всю колду Бульфенштейн на тройке да там же были короче вся серия Ассасин Скрит вся вообще все в одном месте диск 300 я короче туда алло и тетяка такая все и все диски которые я назвал все купили а остался только кошелак это надо ехать куда-то на культуру в угол короче ну одно одно меня порадовало мне хватило всех моих денег чтобы купить Айлен Сверсит Предатор ну без мануала ну что делать короче не каждый день его встретишь за пятихатку можно за 700 было конечно найти но тут получилось 450 даже общеслович со скидкой так что не грех пусть стоит и у меня уже эта игруха будет ассоциироваться вот так со встречи со знакомством с тобой так что все круто снег метет ну и вообще эта встреча добавила мне хорошее настроение бля лютый выпуск будет а через такие промзоны что он мячет собак она не сгрызла блядь а как как зовут я забыл Даниил Даниил вот Даниил очень круто что встретились так что я наверное скоро со временем узнаю многих ну что ладно я отключаю эту самую короче камеру и немножко по душам поговорю с человеком а то с этой палкой стоять как дурак вот и до скорой встречи увидимся на канале ну покажу что хапнул на сегодня дома там покеда в общем друзья вот такая вот получилась непредвиденная поездка собирался на сенную а оказался вообще хрен знает где и в итоге топаю домой без денег но с видеоиграми если вам нравится этот контент не забудьте поставить лойс это реально помогает продвинуть мой канал в рейтингах спасибо вам за просмотр и не оставайтесь без собственного мнения внизу в комментариях с вами был я Дэн геймхантинг и до скорых встреч на канале крутая дачка спасибо ж Продолжение следует...